так никита как вы относитесь к позиции клиники полемедицина что восстановление жкт возможно только на их диете ну я могу сказать что это на мой личный взгляд не соответствует окончательной реальности потому что объективное количество пациентов которые у меня были есть может будут если все выживут какая-то часть из них просто на функциональном питании типа по константину монастырского нормально себя чувствуют нет никаких проблем нет жалоб никаких то есть не обязательно уходить в глубочайший китоз и что у нас там еще до глубочайший китоз исключать вообще прям все кроме животных белков и животных жиров то есть это такая позиция ну как вы хотите да если вы единственная мире клиника которая это делает он как как иначе поступать если вы единственный кто это делаете получается вы хедлайнеры и раз вы хедлайнеры то вы несете информацию о том что вот мы единственные мире и мы можем это все и только с нами это возможно но так ведь в реальности никогда так не работало да то есть единственном в мире какой-то там центр по той 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 штуке нет это вовсе не так я скажу что для любого бизнеса выгодно и верно говорить потенциальным клиентов что только с нашей помощью вы добьетесь результата понимаете кроме того что есть клиническая сторона лечебная то есть и научная и лечебная и так далее да вот кроме этой стороны то есть как рассказать физической да есть еще и сторона гораздо более реальная финансовая то есть любой же любая идея там и любой бизнес они должны сами себя поддерживать приносить прибыль чтобы не развалиться что но если идея не приносит прибыли то она не поддерживаемая на долгосрочной перспективе поэтому мое личное мнение я уже сказал что можно и другими способами тоже восстановить состояние кишечника потому что мы уже многократно я отвечал этот вопрос что принцами из кишечника это скорее следствие повреждения и воспаления чем сама как причина проницаемость понимаете то есть у случился с инфекцией кишечнике из-за инфекции у вас повысилась проницаемость они потому что воспроницаемость и поэтому случилась инфекция знаете как это работает вот поэтому нет мой опыт клинические показывают что не только на палеокетогенном питании но тем не менее я не отнимаю заслуг у палеомедицины у доктора чабы что они действительно помогают очень тяжелым пациентам который надо сильно выдерживать очень глубокий китоз и что еще и исключать из питания практически все кроме безопасных жиров и белков еще ему и питаться очень маленькими порциями там же если посмотреть то в сутки 400 грамм пищи 400 грамм пищи то есть это любой на этом питании похудеет то есть там дефицит калорий китоз и самые гипоаллергенные продукты если человек совсем больной и других уже выходов нет ему это работает замечательно но даже вот даже вот такие больные вот термин ну как скажем до тяжело больные люди по отчетам самих палеомедицины они им тяжело это поддерживать они в итоге отказываются от этого питания снова начинают принимать медикаменты проходить всякие химию радио и прочие терапии и к ним возвращаются заболевания но они при этом более оскрепощенно питаются ну и потом они быстрее умирают соответственно то есть даже вот ценой жизни когда на кону жизнь даже это не может до конца человека убедить соблюдать некое питание вот так так что это питание лечебная полёкитогенная действительно лечебная не для всех она нужна да потому что например как показывает моя практика если это чисто заболевания желудка пищевода верхней части то есть пищеварение пищеварительной системы то здесь не важен китоз сильно и здесь не сильно важен что там еще будут ли это белки жиры и так далее хотя бы токсичной еды не заливай порции достаточно убери аллергенная все это будет достаточно вот поэтому хороший инструмент лечебный но опять надо показания так что вот на вопрос я ваш ответил даже слишком ответить спасибо за ваше внимание смотрите расширенную версию этой лекции на моем канале ссылка доступна в описании к этому видео а также прямо сейчас у вас перед глазами в финальной заставке к этому ролику приятного и полезного вам изучения моего творчества